Как твоя, твоя ненаглядная жизнь? Давай щас, щас все обсудим. Эх ты. Животное, животное. Бывает, например, что ты живешь-живешь, и тебе вдруг хуяк, и встречается краб, и пиздец. Как будто он незаконно. Ееее! Я неудачник! Вот такой, який, но он. Бл***, ну что там? А топ-3 вещи, которые вроде не медиа, лучше, чем вам кальт. Привет, ребят! Канал Фидос, продолжаем экспериментировать с форматами, и сегодня мы записываем уличный подкаст. Собственно, вот здесь мы просто взяли стол, первый попавшийся, который нашли в столовке стадиона «Москвич», стулья из столовки стадиона «Москвич», микрофоны из столовки стадиона «Москвич», и сели здесь, прямо перед стадионом, чтобы поговорить сначала с болельщиками, которые пришли сегодня на матч, ну, а потом мы будем сидеть на бровке в процессе, пока команды будут играть на поле, и общаться со всеми, кто только захочет. Вот такая вот табличка у нас. Мишань, у нас подкаст, уличный подкаст. Необычный. Необычный, необычный, потому что здесь очень много разных гостей, и каждый из тех, кто приходит сюда, всегда, я прошу поделиться каким-нибудь секретом, или, который он нигде не рассказывал, или, может быть, какими-нибудь насущными проблемами, вопросами, которые сейчас тебя беспокоят, так, чтобы у нас получился такой искренне откровенный честный подкастик. Есть у тебя что-нибудь, о чем ты никогда нигде никому не рассказывал и готов поведать здесь? Честно, есть. А расскажешь? Честно, да. Давай. У меня послезавтра в первую тренировку попадал в теннис. Охуеть. Смотри, как у нас табличка есть. Ну, это, это, вау. Как тебе дизайн? Ну, в Кроваке я такое вот видел есть. Ну, не очень? Ну, не очень. Моя жена дизайнила. Отлично, кстати, получилось. Ну, так что сказал, что не очень. Не, мне сама форма таблички не понравилась. Дизайн-то клевый. Ты одна выбирала форму. А? Да, хорошая, хорошая, да. Теперь петарда. А почему петарда? Слушай, ну, можно шуткой ответить. Типа, потому что один раз и на Новый год только. А смысл уже додумывайте сами. Если без шутки, то мне кажется, когда выбирался какой-то вот псевдоним, когда из денег, я в деньги пришел, я подумал, что петарда, петарда. Ну, как-то звучало еще. Учитывая, что это у тебя псевдоним появился после твоего прихода в деньги, это довольно свежее прозвище? Да. Да. Получается, ты сменил хуесос на петарды? Живу в Химках, занимался раньше футболом профессионально. Вот в Химках играл, в Динамо был, в ЦСКА я был. Но меня оттуда везде повыгоняли, потому что, я не знаю почему, потому что набрали пухленьких таких людей. Я не знаю. Каких? Пухленьких. Пухлых? Да. Типа, им не нужны худые? Ну, я не знаю, меня просто взяли, выгнали, я там забивал Динамо пару голов. Типа, в каждый матч я забивал там Спартакуя, четыре отгрузил, помню. Ага. Вот. Типа, был хорош, вот. Я не знаю, меня взяли, выгнали везде. Вот. Не знаю, как будто проплачено там все было, потому что вот из депутатов вот сыновья были. Сто процентов. Сто процентов. А ты не хотел платить? Нет. Да и возможности не было, да? Ну, да. Если так. Давай проверим, насколько мы с тобой чувствуем друг друга. О какой цифре я сейчас думаю? Пять. Неправильно, три. Буквально, секунду. Прошу вас. А, вот оно что. А я могу в этом. Подожди. Давай я, я, да, да. Тщательно, давай. Здесь семенная жидкость, а здесь пот. Неприческую. Неприческую. Старик, ты именно со мной добиваешься идеальной картинки. Я видел, кто у вас выходил из кадра. Он был страшнее семенович со спины. Тарик, ты за свою жизнь побывал на огромнейшем количестве тусовок. Ну, реально каких-то вот. Да, к сожалению или к счастью, да. Самая яркая, самая мощная, самая топовая туса, на которой ты был. Самое большое впечатление на меня произвело то, какие вечеринки после концерта для своих людей, а это команда 75 человек, устраивает певец Эра Сармадзоти. Угу. Я никогда не видел такого отношения артистов с техническим работником, блядь. Я никогда не видел, чтобы артист тратил до 50 тысяч долларов после каждого концерта, лишь бы его работники бухали. Я никогда не видел ничего подобного. Я переспрашивал у менеджера, он свои тратил? Он говорит, только свои, никаких общих доходов. Я говорю, из каких соображений он так делает? А он такой человек, познакомишься с ним, и мы поехали по пяти городам после каждого концерта блестящего. Он устраивал просто гигантские застолья, и это было столько теплоты и света. Я спросил, а каков стаж вашего общения? Он говорит, ну вот тот 18 лет с ним, вот этот 12. Эта молодая скотина пришла 6 лет назад, эта шлюха с нами 7 лет, то есть там нет текучки кадров. У него все. И я на всю жизнь сделал. Будь, не будь жопой, блять. Дружишь, дружи до конца. Любишь, люби до конца. Я понимаю, бывают разные обстоятельства. Бывает, например, что ты живешь, живешь, и тебе вдруг хуяк, и встречается краб, и пиздец. Вера в человечество испаряется там. На втором месте мои бессмысленные и восхитительные по долбоебизму дни рождения, блять. Просто восхитительные просто количество идиотов собирающихся поздравлять меня. Ублюдков, которых я очень нежно люблю, блять. А у меня, когда Рыжий Иванушка 8 раз падает в оркестровую яму на дни рождения, блять, с песней «Вот такой який нонов и блюет, ну шо там, блять». Учусь на машиниста. На машиниста поезда дальнего следования или вагона метро? Нет, там сначала ты учишься на просто машиниста, а потом ты можешь покупать курсы и уже обучаться либо на грузовые поезда, там уже на вагон метро, на дальние поезда и так далее. А ты бы какой хотел водить поезд? Ну я хотел, на самом деле, пассажирский водить, потому что там самый удобный график. Какие особенности вождения поезда дальнего следования? Ну, на самом деле, во-первых, это приятная атмосфера, потому что ты едешь, любуешься видами России, потому что Россия очень красивая, страна большая. Во-вторых, как бы, есть график, очень удобно и, понятное дело, зарплата большая на поездах дальнего следования. Сколько зарабатывают машинисты поездов дальнего следования? Ну, мне кажется, 200 они зарабатывают. А 200 тысяч рублей? Это, мне кажется, только помощники столько зарабатывают. Еще есть основной машинист, он еще больше зарабатывает. Есть у тебя маршрут мечты, который ты бы хотел проехать в качестве машиниста? На самом деле, я хотел проехаться, скорее всего, Москва-Вадивосток, на самом деле, просто очень долгий, красивый маршрут. По Транссибирской магистрали туда, да? Да, да. Прямо 7 тысяч километров, потому что тут очень интересно. Хотя бы раз в год мы стараемся с друзьями сесть и, типа, знаешь, там вот, денек, сутки куда-нибудь на поезде доехать. Это прямо в обязательном порядке, знаешь, купе, сесть, взять там, не знаю, еды, колбаски, яичек, может быть, немножечко пивасика там все дела. Ну, тебе нельзя пивасик будет. Здорово! Здорово, Федос. Привет, фотограф. Ты уже не журналист, уже фотограф. Ну, да. Когда не все готовы дать тебе слово, иногда приходится делать контент иным образом. Ну, кстати, знаешь, о фотографиях мне никто еще не отказывал. А помнишь, я предлагал тебе, чтобы я пришел к тебе на подкаст, лысый подкаст? И ты меня прямо там побрил на лысо. Ну, я помню, что шла мы нашли в этом разговоре, я тебе сразу сказал, да, давай, и ты в итоге не созрел. Не, я был готов, ты просто не позвал. Неправда, ты сказал. Нет, серьезно, я даже еще больше отрастил уже. Ты готов все еще? Ну, в целом, можешь подумать. Наш с тобой видос Дима Хамаем собрал и пробил 100 тысяч. Да, спасибо вам, спасибо вам. Это приятно. После этого меня диагностировали гастрит через две недели и через неделю. И я не смогу снимать вторую часть, мы договорились уже. Спойлер такой, анонс, вернее, не спойлер, с Саней Текилой мы договорились. Не, я просто один день посрал огнем и все. Здорово, садись. Привет. Можно? Что? Давай, вот это вот, я не умею такое, я не настолько молодой. Извини. Ничего, нормально. Как зовут? Влад. Влад? Да. Так, я приехал из Ярославля. О! Ну вот, я переехал сюда в Москву где-то пять дней назад. Переехал? Да. То есть ты, получается, вот только-только сюда, но ты не впервые в Москве? Да, нет, не впервые. Я был два дня, три, но вот сейчас именно переехал работать, но тяжело. Что самое тяжелое? Наверное, морально. Ну, потому что родные, девушка, родители в другом городе, ну, дает о себе знать порой. Угу. Где живешь? В ДНХ. Снимаешь или что? Ну, нам снимают на работе квартиру. А-а-а. Чем ты занимаешься? Что у тебя? Я фотограф. На ВДНХ у нас колесо обозрения, мы там фотографируем, продаем сувениры. Как это устроено? Типа люди садятся в колесо обозрения? Нет, 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 нет. Мы их перед поездкой фоткаем. Так. И потом нам тоже накладываем задний фон. Красивые виды Москвы, МКАД и так далее. Угу, угу. И, соответственно, потом эти там фоточки где-то стоят, да? И они смотрят… В выходе. Если понравится, могут купить. Могут купить. Они распечатанные там стоят? Это магнитики, сувениры. Магнитики. Ага. Ну, понятно, понятно. Кстати, история вот про такие магнитики. Вот такая же система. Я был на Донбайе как-то, катался на лыжах. И там тоже чувак, ну, так же всех фоткает, знаешь. И там вот такие же магнитики, так же продаются. И я помню, мы с друзьями покупали магниты с другими людьми. С незнакомыми. Ну, так как сделать нельзя. Почему? Ну, как будто незаконно. Ты продаешь фотографии других людей, потом они приходят, а где наши снимки? А мы их продали другим людям. Так извините, если я хочу купить, ты продаешь фотки. Нигде ничего не написано, что я не могу их купить. Мне всегда казалось забавным, что я такой идиот, который покупает, типа, снимки других людей, которые мне абсолютно не нужны. Но это прикольно. У меня даже на холодильнике до сих пор с Донбая висят несколько магнитиков с фотками абсолютно незнакомых мне людей. У нас сегодня здесь есть вот такая вот салатница, такая вазочка. В ней спрятаны, собственно, различные бонусы от нашего партнера, компании Тенниси. Бонусы эти, как видишь, их не один, не два, их гораздо больше. Их, в принципе, бесконечное количество. Бонусы бесконечно не только у нас здесь в шоу, но и, между прочим, на сайте и в приложении Тенниси тоже можно их получать все время. А попасть туда можно очень просто. Бонусы. Вот там вот ссылочка. Красавчик. Да, скоро чемпионат Европы начинается. Так что, кто еще не зарегался, самое время. Вот. Смотри, у нас тут различные есть бонусы. Это могут быть и подгоны какие-то от Тенниси или от меня. Это могут быть и просто пожелания на, ну какие-то, в основном, добрые, наверное, пожелания. Выбирай. Вот думаю, вот это выбираем. Манни Уэй, бонусный косарь от Тенниси Бет твой. Бонусный косарь от Тенниси Бет, действительно твой. Держи. Спасибо большое. Что у тебя там? Покажи. Ты самое слабое звено. Написано здесь, я тебя поздравляю. Ты получаешь официальное приглашение в шоу «Слабое звено». А ты, по-моему, ни разу не был, да? Ты ни разу не был, поздравляю. Даже не звал, потому что. Красота, красота, Федь. Даааа. Супер. Ну наконец, до миру просто пиз... Будь во всем первым и не переживай, вторым ты точно не будешь. Там броуки. Прислушивайся к близким. Особенно, когда они просят выбить в аут. Ну, прислушивайся. По делу. Ты в форме. Ты в форме? Да. Ты в форме, поздравляю. Тебя же не было на благотворительном матче? Не было. На котором собирали деньги на помощь жертвам, пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». У меня осталась... Я играл в нем. У меня осталась оттуда форма. Да. Вот. Я ее хотел разыграть среди подписчиков, но, может быть, давай вместе ее разыграем? Давай разыграем. Давай вместе с тобой разыграем. Давай вместе, да, разыграем, мне кажется, в наших с тобой телеграм-каналах. Супер. Да, это крутой подарок. Давай мы вместе сейчас расписимся с тобой на ней. А топ-3 вещи, которые вроде не медиа, лучше, чем вам, Кали? Ну, блин, это будет так очевидно, но это реально наблюдение, и это не то, что там только моя точка зрения. Это тренер, общение тренера, понимание тренера, как общаться с командой. Потому что этот человек, Андрей Константин Закаряка, действительно знающий и повидавший футбол на невероятном уровне. Но сейчас он абсолютно понимает, когда нужно чуть-чуть дать расслабиться, когда нужно где-то пошутить, повеселиться, быть серьезным, подпекнуть, нагрузить. Это все он точно-точно сам на себе подходил. И вот у него этот круто идеальный баланс. То есть, ну, это то, что прям бросилось в глаза в самое первое. Второе, наверное, это место, на котором Броуки. И третье? Ну, очень нравится, как президенты взаимодействуют с командой. То есть, абсолютно два противоположных человека в плане сферы, где они всю жизнь занимались, то, чем они занимались. Саня – идеальный пример шоумена, идеальный пример того, как из шоумена в какой-то момент он идеально понял, что надо переключаться, быть серьезным президентом. А Дима – это тот человек, с которым я там на начальных стадиях переговора обсуждалась попытка в проффутбол моя, то есть со временем. И я ему сказал, что ты человек изнутри, ты человек, понимающий футбол. И если ты будешь видеть, что я действительно готов к этому, то ты мне в самый-самый нужный момент можешь это сказать. Потому что со стороны всегда виднее. Тем более, когда человек знает, что такое футбол. Тебе такая модель подходит больше, чем модель, которая вот с Германом вомкали? Нет, с Германом тоже все было шикарно. Просто ты это назвал как преимущество? Да, да, да. Наверное, я бы сказал, больше связь президентов и тренерского штаба. То есть, именно вот этот вот симбиоз, то, как они дирижируют команды, и тренировки, и вне тренировок, и всякие сборы командные. Вот в этом плане, наверное, да, есть какие-нибудь преимущества. Ну, третье, третье. Самое главное третье преимущество, что нет минусов вроде бы. Ты в БАСе, два матча подряд. Ты вчера не вышел уже тоже, да? Да, да, да. Расстраиваешься? Второй раз нет. Да ладно? Да, да. Ну, второй раз, типа, понятно было. Ну, хотя, будь я главным тренером, я бы выпустил. Ну, вообще, вообще ноль расстроиться было. Я еще просто, я придумал челлендж, ну, не челлендж, а как занятие на игру. Я делал все, чтобы выйти. То есть, я делал вид, что я выхожу на замену, прям становился, когда замену делали. Я просил коней взять красный мяч раньше. Они согласились, кстати, прикиньте. Потому что они хотели брать в конце, за три минуты до конца, а я подошел, когда семь было, я говорю, возьмите сейчас, типа, они говорят, ну, давай не тянем мне на первой паузе. И первую паузу сразу, и они взяли. Вот респект, кстати, что согласились. Да, да. Это круто. Это, как говорится, медийно. По медийному. О какой цифре я сейчас думаю? Восемь. Один. Знаешь, есть такие ролики, в которых садится человек вот так, за стол случайный, и его просят рассказать самую сокровенную такую-то тайну, которая у него есть в жизни. Так. Есть у тебя? Слушай, видел, видел. Но я не готов делиться такой тайной. Ты гондон, что ты сюда пришел тогда? Ну, слушай, тебе написано, поболтаем просто. А ты мне просишь секрет всей своей жизни. Садись, поболтаем. И тут написано просто тем же цветом, как и фон, написано и расскажи главный секрет своей жизни. Ну, один из главных секретов, наверное, я какую-то непродолжительную часть своей жизни жил с целью о том, что я должен накачаться и подраться с отцом, и победить его в драке. Вау. Да. А почему? Это было на чем-то основано? Ну, да не, ну, типа, знаешь, новый глава, новый глава в семье должен прийти. У меня есть еще старший брат. Ты сейчас с батей были идеальные отношения? Ну, ты просто понимал, что, ну, семья, что, уже? Как ты избавился от этой идеи? Или не избавился до сих пор? Я подумал, ну, блядь, подзрослел немножко. Это очень идиотская херня. Меня отпиздил батя. О какой цифре я прямо сейчас думаю? Девять. Пять. Блядь! Ты хоть собирался? Два раза? Самый жесткий момент твоего детства? Детство. Короче, помню, выхожу на дачу, на вот свою улицу, знаешь? У нас там, по сути, есть улица, и там все мои подружки были. Короче, выхожу, и вижу, что на меня бежит животное какое-то. Прям вообще невиданное. Я никогда не видел это животное. И я просто забегаю обратно на участок и кричу «Животное! Животное!». Потом по описанию я понял, что это был кабан. Но суть в том, что… Я как-то описал, я думал, что муравей. Нет. И, короче, там было еще смешное, что там была моя крестная и бабушка. И крестная говорит, пойду посмотрю, что там вообще случилось. И я говорю, не-не-не. И не вернулась. Я говорю, не-не-не, пусть бабушка схватит. Уберег ее. Привет, спасибо, что это такое? Я принес куль с день рождения, но… Да. Можешь попробовать прямо сейчас хочешь. А мне нельзя такое кислое, там очень кислое все. Ну, я могу тебе дать менее кислое. Дай мне менее кислое. Менее кислое, сейчас. Такое что? А ты барыжешь ими или что? Нет. У тебя… Вот. Это одна из самых не кислых. Ну, она все равно кислая? Ну, такая, да. Давай попробуем. А зачем они нужны? Просто для вкуса. Для вкуса? Да. А если я не люблю кислое? Я от лимона с ума схожу. Мне все равно это съесть? Да. Почему я ведусь просто на то, что мне человек предлагает? Вот я знаю, я сейчас орать буду. Да. Да? А? А что ты ржешь? Похоже в опу. Блядь. Ты что? Спасибо. Ты откуда, Макс? Саратова. Опа. А, в общем, я вообще из села Энгельского района. Энгельский район? Да. Ну, это Саратовская область. Новая Терновка села называется. Вспомни какой-нибудь случай, который случился с тобой в селе, когда тебе было нереально страшно. Страшно? Да, что-нибудь сверхъестественное. Когда мы арбузы украли у друга. Мы ночью сидели возле футбольного поля. А этот друг к нам кричит, типа, бегите. И мы убежали и испугались. А у него же арбузы украли. А, то есть вы с друзьями сперли с участка у друга? Арбуз. Которые росли там? Да. Нет, не росли. Они купили их? Купили и гусей кормили арбузами. Гусей кормили? Да, да. У нас, кстати, вот не в селе, а в городе вообще люди арбузы едят обычно. Ну, не знаю, там может какие-то подмешанные арбузы. А, видимо, я понял. Кормят арбузами гусей, чтобы потом было очень вкусный фуа-гра можно было делать из гусиной печени. Ясно, да. Ты популярный чувак, один из олицетворения медийного футболиста. И нередко ты за приход на какие-то шоу просишь и получаешь гонорары. Самый большой гонорар, который у тебя был за единичное появление на каком-либо шоу. Это браслет неправда, я надеваю. Пять тысяч рублей. Иди, это расскажи кому-нибудь другому. Ладно. Ну, больше, наверное, ста тысяч было. За один съемочный день? Ну, я не могу сказать, что и где, и насколько была долгая съемка, но... Скажи просто, это в медиафутболе тебе так заплатили? Медиафутбольная какая-то команда или что-то такое? Или это за пределами медиафутбола? Это медиафутбольная, да. Медиафутбольная история. Ну, ты знаешь, это была однодневная съемка, за которую мне выплатили больше ста тысяч, назовем эту сумму так. Самый большой гонорар, который ты получал за один съемочный день или за мероприятие? Могу тебе очень просто сказать, Тельман Исмаилов, некогда очень могущественный олигарх, который заправлял Москвой, был другом бывшего мне мэра Лускова, даже не гонорар. Каждый раз, когда мы встречались, он дарил мне сто тысяч долларов. Каждый раз. Поэтому я пытался с ним встречаться каждый день, блядь. Каждый день, нахуй. Я думаю, когда же он устанет? Нет, он видел меня три дня, блядь, доставал. И дома меня стали спрашивать, что это? Почему так резко меняется уровень жизни? Спасибо, что мне хлопаете, спасибо. Да-да. Я здесь. Пошли нахуй. Привет. Привет. Так, как дела у тебя? О, как активно. Слушай, у меня все хорошо? Меня зовут Влада. Не так часто встретишь прям, ну, на матче хамкала, конечно, бывают девочки, но их сильно меньше, чем пацанов. К сожалению. К сожалению? Да. Тебе кажется, должно быть больше? Да. Все должны интересоваться футболом. Тем более, такие красивые мужчины бегают. Топ-3 твоих любимых игрокам хамкала за всю историю клуба? Давайте, я не скажу, что именно они будут любимые, самые запоминающиеся. Ну да, кто первым пришел, тебе может быть в голову сейчас даже. Коваль мне первый пришел, особенно после того матча, когда он приходил извиняться на трибуну. И причем он решил это сделать, когда уже типа турнир закончился. Это, получается, МКС 2021? Да. Когда он за Тудрос сыграл. Финал. Да. 0-2, Тудрос проиграли. Да. Вот он подошел на трибуну, начал говорить то, что за что вы так со мной? Ну, ему все говорят, ну, ты сам понимаешь, за что. Ну, короче, были странные извинения, но мне его тоже так жалко стало в моменте. То есть, да, много на него обвалилось вообще на этот турнир. И он не особо там, ну, хорошо сыграл, но мог лучше. Блин, почему-то пришел еще в голову Фанки, не знаю, почему. Он такой добрый и приятный парень. Форзе тоже классный, интересный киберспортсмен. Такой, вроде смотришь на него, как будто он сейчас как Криштиан Роналдо выйдет, но… Ну, бежит он красиво. Прямиком с футбольного поля, отыгравший весь матч практически от звонка до звонка Илюши Скроботов. Победа! Победа, абсолютно точно. 2-0, все топово. Ну что, это самое оперативное вообще получается флэш-интервью после игры, прикинь, да? Только закончили, а ты уже в нашей подкастерской, да, три эмоции, которые ты испытал по сегодняшнему матчу. Блядь, тяжело тебе сказать насчет трех эмоций. Давай главное. Главное? Наверное, радость. Ну, а че? Ну, облегчение хорошо, блядь. Ага. Когда… Облегчение, кстати, не от игры. Перед игрой в туалет сходи. Очень качественно. Правда? Здесь, на Москве? Правда, мне не нравится, что в туалете, который для инвалидов, там нет туалетной бумаги. Так бы я там сидел. Он удобный. Ну, это вообще он тебе подходит по всем параметрам? Да, конечно. Есть один еще интересный проект, над которым я думаю. Может, что-то такое свое создать. За пределами медиафутбола? В медиафутболе. Типа посидеть, повспоминать какие-то старые… Нет. Более глобальные. А что? Подумаем. Я знаю о нем? Нет. Правда? Ты не знаешь. Идея есть одна. Но я не знаю, буду ли я ее реализовывать. Потому что на это надо очень много времени. Это даже не шоу, это более глобальное. Да? Да. Но ты пока все равно не раскроешь, наверное, больше ничего. Ну, намек, по-моему, легко понять. Да блин, ну скажи, я не понимаю, скажи. Ну, что-то создать. Что-то создать? Свою команду? Ты хочешь создать свою команду? Да не, я просто подумал о том, что у меня есть прикольная концепция, идея. Я ее рассказывать, конечно, не буду. Потому что мне кажется, это круто. Но я не уверен, что у меня хватит времени на это. Но я прям уверен, что если бы получилось это реализовать, это было бы интересно всем. Скорее у меня есть очень крутой концепт. И, возможно, кто-то ко мне обратится с предложением, чтобы я его реализовал, допустим, в рамках этой команды. Но это пока так. Просто как кажется. Мы не будем это вставлять, не переживай. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Как зовут? Оскар. Оскар? Да, я слышал, тебе очень нравится необычные имена. У тебя были какие-то крикухи тоже смешные в школе. Да. Какая? Оскорблять. У меня есть две истории, связанные с моим отцом и игроками медиафутбола. Одна из них получился такой треугольник в виде меня, моей сестры старшей и Филиппа Воронина. Так. Получается, на матче с конями я хотел сделать так, чтобы Фил Воронин передал привет моей сестре. Так как он единственный игрок, которого она знает и замкала. Я сделал это дело, передал привет. Моя сестра была счастлива на седьмом небе от счастья. Я уже подзабыл, и буквально через пять дней сестра моя едет на работу, рядом с лужниками, если не ошибаюсь, и там встречает Филиппа Воронина, гуляющий со своей собакой. И что, она подошла к нему? Подошла к нему, а он передал мне привет. То есть, ты подошел к нему здесь и попросил его передать привет ей, а она подошла к нему на следующий день в Лужниках и попросила передать привет тебе. Абсолютно. Фил, за всю жизнь самый страшный момент, когда тебе было страшнее всего. Было на Филиппинах, когда мы на пароме в шторм каждую волну бились. То есть, каждую секунду ты думаешь, что ты можешь умереть. А плыть четыре часа. А это реально, ну, то есть, была опасность? Не знаю, не уточнял, но там блевали все вокруг. Реально там все блевали, как в трудном ребенке, помнишь? Конечно. На каруселках это Х-10. Да. И каждую секунду, в каждую волну бьется вот так. И четыре часа так плыть. Момент в твоей жизни, когда тебе было очень страшно? Блин, ну, слушай, их два. Расскажи. Первый – это когда играли в Испании на турнире со сборной U-20. Играли против испанцев. Матч открытия. Дофига народу, полный стадион. И на пятнадцатой минуте стык. И меня выворачивает. И щелчок в колени. И вот, знаешь, в этот момент, ну, ты же читаешь все это, понимаешь. И там, если ты слышишь щелчок – все, то есть, ну, это кресты. И все. И меня отправили в Питер. И вот самый страшный был момент, когда ты думаешь и накручиваешься, что у тебя может быть на самом деле. Ну, вот в Питере сказали – молодец, разорванный полностью приступ. Ну, это, наверное, самый страшный. А второй? Тоже связан с крестами. К сожалению. Здорово! Здравствуйте, Петер Сергеевич. Здравствуйте, Петер Сергеевич. Здравствуйте, Петер Сергеевич! Ой, красота, красота. А, вас как? Нарек Жозефович. Жозефович? Нарек, я понял? Нарек или Нарек? Нарек. Нарек. Нажали Нарек? Откуда вы? Я есть Владимир, Владимир. Нелегу от Москвы. Ты подожди, ты, ты, а, я понял. Да, просто я полноценный армянин, полноценный армянин. Так, я живу в России, находился, я жил в Абадимире, сейчас поступил в Москву, он в университет, в мои, поэтому сейчас тут же в Москве. В твои прям? В мои, в мои, в мои, лучше в мои. Мои университеты. У тебя есть человек, с которым ты мечтаешь сфоткаться или у которого ты мечтаешь взять автограф, вот твой некий кумир? Ну, кумир-то, вот, я за футбол, значит, лишь за Месси, за Месси, наверное. О какой цифре я сейчас думаю? Ноль. Девять. Опиши лучший сэндвич. Сэндвич-бутерброд, правильно, на нашем языке. Батон белый, майонезом мажется, кладется два кружочка лука репчатого, колбаса обычная, можно докторская, недокторская, сверху сыр и в духовку. У меня бабушка делала это просто охереть, как вкусно. И мне так жалко, что она в детстве делала, когда я не ценил лук. Я лук выковыривал, а потом уже, когда повзрослел, понял, что лук это топ. Ну, лук особенно клевый, который вот из духовки, именно из духовки. Да, да, именно такой. Вот, и это лучшие бутерброды в моей жизни, наверное. Когда ты последний раз ел такой бутерброд? Ну, очень давно, мне кажется, лет шестнадцать мне было. Где-то, ну, шестнадцать лет назад, охереть, обидно. Надо, вот жена у меня будет, попрошу ее попробовать приготовить. Если не получится, то все. У меня есть в целом пожелание, желание, какой бонус я бы хотел, чтобы ты достал. Такс. О, ты в форме. Ты в форме. Слушай, как все попало-то, а? Представляешь примерно, что под этим бонусом подразумевается? Какую-то футбольную форму. Какую-то футбольную форму. Ну, у меня нет никаких сомнений, какую именно футбольную форму подарить тебе. Блин, так приятно видеть, что ты так рад. Я, честно говоря, плохо даже помню, откуда она у меня. Вот такая вот футболочка. Рад? О, конечно. Держи. Ну, красота его сделаешь. Это тебе. Держи. Вот. Подписи Месси у меня, конечно, на ней нет. Нет, хочешь, я могу за Месси расписаться там как-нибудь, да. Расписаться? Да, 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 конечно. Давай посмотрим, что у тебя там досталось. Мани Вэй, бонусный, касарь от Тенниса, бэт твой. Пожалуйста, прошу. Все, благодарю. Бери любой, выбирай, читай. Не живи в прошлом, только если это не 2 мая. Эх ты! Ашалай махалай, дай мне. О, кажется, тебе просто пожелание досталось. Да, блядь, я неудачник! Всегда борись до конца, как Титан в финале МФЛ. Ой, еще и самое скучное из стиха. Отпускай людей, например... Ну, тут написано, козлы, ну, например, козлов. Отпускай людей, например, в козлы. А, козлы? Да, это отсылка на крапа, как ты понимаешь. А я думала, на укола. Настоящая болельщица Амкала. Это? Увидал? Да. Я думаю, в матче с деньгами тоже трюкач был. Надеюсь, там пусто. Мани Вэй, бонусный, касарь от Тенниса, бэт твой. Держи. Спасибо. Касарь твой. Поздравляю с заработком. Спасибо. Спасибо за участие. Дай еще одну вытащи, у тебя много еще. Вытащи еще одну. Вытащи, ты отыграл сегодня матч, матч на ноль. Не дай бог еще пожелания, блять. Может быть. А, нет, тут что-то нормально. Гони рекламу, лысый. Реклама в ТГ Фидоса. Вам телеграма. Вам телеграма. Реклама в телеграм-канале Фидос. А, здесь не вам, а просто телеграма. Ну да, да, да. Ну что? Спасибо, никогда уже не делал рекламу, особенно когда на слабом звене были. Если у тебя какая-то штука, которую ты никогда никому нигде не рассказывал, честная, правдивая, которую ты готов здесь на подкасте мне рассказать. Поведай. Секрет какой-нибудь. Секрет. Но и сентиментальный. Давай. Я не решался это рассказывать, потому что не было контекста. Не было контекста, который располагал бы к такому рассказу. Я не успел в силу разных обстоятельств на похороны папы. А по законам моей патриархальной родины, он должен был быть предан земле без ожидания меня. Они не могли меня ждать. В течение какого-то времени? Да, в течение пяти дней. Я не мог доехать, потому что когда мне нужно было брать билеты, я не позаботился об этом. Я, честно говоря, не знал, что это превратится в тяжелейший груз вины для меня. Потому что я его не поцеловал в лоб на прощание. И, конечно, для меня, как для человека очень-очень, забудем про это все, сентиментального, для меня хуже унижения самим собой, себя нет на свете. И это будет жить со мной до конца дней. Я не успел на похороны папы. Я был очень беспечен. Я работал тогда с Лерой Кудрявцевой. И у нас были гастроли, деньги, все, что угодно. Мы совершали глупости. Я думал, потом билет, или я приду, и меня узнают. Это самовлюбленность, присущая молодым долбоебам, молодым псевдозвездам. И, конечно, все эти омерзительные качества, проявив, я не успел на самолет. А там отказались рассматривать мою заявку только потому, что меня показывают по телевизору. Там оказался принципиальный работник и преподал мне урок на всю жизнь. Не думай, что ты пуп земли, блядь. И так переполнен рейс, мы не можем тебя никуда посадить. И эта вина перед папой будет со мной до конца дней, мой друг. Вот это вот история. Хоть раз в жизни ты врал? Да, очень часто врал. Не ложь во спасение. К сожалению, врал детям, чтобы добиться дисциплины, приукрашивал ситуацию. Не всегда хорошо врал, надо признать. Блядь, ну я хотя бы признаюсь в этом. Конечно, врал. Вранье, за которое тебе стыдно больше всего? В тот вечер, когда убили моего брата Рому, эта история тоже за семью печатями. Он попросил у меня денег, а я ему напиздил, что у меня их нет. А у меня были деньги. Я просто боялся, что он напьется. Ну а теперь я думаю, если его убили тем вечером, лучше бы я дал ему деньги. Может быть, он сел в такси, уехал бы. То есть много разных мыслей. Мне стыдно так перед ним, блядь. Вот папа и он, две истории. Атарик, пять слов, которыми ты бы описал свою жизнь. Неровная, ослепительная, шизофреническая. Ты чего? Начали не с моего имени, они охуели, блядь. Грузины, заполняй стадион. Спасибо тебе. На тебе, передай. Передай привет жене своей. Все, давай. Спасибо вам. Спасибо каждому, кто досмотрел до этого момента. Я надеюсь, что у вас получится выпустить этот подкаст оперативно. Напишите, как вам. Поставьте лайк внизу, потому что 100% здесь будет меньше просмотров, чем на слабом звене, чем на челленджах. Я это понимаю. Но, если вы будете ставить здесь лайки и писать комменты, это будет сильно повышать возможность этого видео продвигаться по YouTube. Мне кажется, получилась классная, классная такая винегрет с болельщиков, болельщиков с футболистами и селебрити. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что смотрите. На канал Фидос не забывайте подписываться. Оставил ссылки внизу на всех, на кого я мог оставить ссылки. Ну и увидимся обязательно здесь и на других каналах, в других соцсетях. Пока. А музыкой ты занимаешься что-то делать? Ты пишешь музыку или поешь что-то? Да, 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 я артист. Ну давай тогда коротко зачитай какой-нибудь. Можешь не петь. Это, мне кажется, довольно кринжово всегда выглядит. Но в качестве некого... Давай. Там, как, я не знаю, стихотворения зачитай коротко. Я могу куплеты своей последней песни. Ну что, расскажешь, как у тебя дела? Да, точно ли вещи все это забрала? Еще горюще ли отпустила? Может, забыла и меня простила? В одной спальне ночью одному не очень. Песня о хорошем — это не мой почерк. Что ты хочешь? Правда, скажи. Я все достану, только не мешай мне. И так погано. Веришь или нет, забыто? Да, я сам себе не верю. Двери в крови после ссоры в нашей порванной постели. Опоры довольны, напоры так на пределе. Да более знакомый голос, но у другого в постели. Спасибо.